Всем привет! Здесь я хочу показать, что находится внутри моноблока HP и как в нем расположены основные компоненты. Прежде откручиваю винты, которые крепят подставку. Сняв ее, далее с помощью пластиковой карты или специального медиатора прохожусь по периметру корпуса вдоль задней стенки, аккуратно отчелкивая крепление, разъединив элементы моноблока, взявшись за нижнюю часть матрицы, отклоняя ее на 90 градусов. Как можем видеть, в основании находятся два небольших динамика. Справа располагается тонкий пишущий DVD-привод, аналогичный тем, что используется в ноутбуках. С противоположной стороны в корзине, фиксирующейся всего лишь одним винтом, установлен жесткий диск. В данном случае накопитель ранее был заменен на представленный SSD. Собственно в центре располагается материнская плата. Сниму с нее систему охлаждения и посмотрим, что под ней находится. В данном случае охлад представляет из себя пластиковый короб с вентилятором, опять-таки подобный тем, что идет в ноутбуках. Под ним имеется небольшой радиатор, крепящийся винтами. Сняв его, можем видеть впаянный процессор, на котором находится термопрокладка. При попытке приподнять термоинтерфейс, к сожалению, он развалился и поэтому полностью его удаляю. В данном случае CPU это 4-ядерный Intel Pentium с частотой 1,6 ГГц и встроенной графикой. Его рассеиваемая мощность составляет всего 6,5 Вт. Вместо старой термушки воспользуюсь жидкой термопрокладкой, о которой я рассказывал ранее. Нанеся ее с небольшим запасом устанавливаю обратно радиатор. Неподалеку можем видеть планку памяти DDR3 на 4 ГБ от производителя Samsung, а также Bluetooth Wi-Fi адаптер, подключаемый в разъем М2. Теперь отсоединят материнской платы шлифы. Среди таковых провода питающие SSD, а затем левый и правый колонок, отмеченные разными цветами. Далее шину кнопки питания, совмещенную со слотом для карт памяти. Потом поблизости от нее шлейф привода. В верхней части платы извлекаю провода от веб-камеры, питание подсветки матрицы, кабель Wi-Fi антенны и широкий шлейф, отвечающий за вывод изображения. После чего откручиваю винты, фиксирующие плату. И наконец аккуратно ее вынимаю. С обратной стороны мамки находятся представленные разъемы. По размерам материнская плата в ширину составляет 145 мм, а высоту 200 мм. В целом, как можно видеть моноблок состоит из приведенных элементов. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.